Меня зовут Харитонов Выбород, я работаю главным визальщиком на классике РУ. Сегодня я буду рассказывать о многослойной системе организации CSS. Сначала это металлогия организации стилей, которая родилась в большой команде разработчиков из более чем 60 человек и рождена, чтобы справляться с большими объемами кода. В нашем случае это больше, чем полмегабайт. Значит, с чего все началось? Изначально заложенной красоты в CSS, учитывая современные требования к веб-разработке, приходится часто придумать какие-то тяжелые структуры, придумать верстку, как-то изворачиваться, чтобы удовлетворить желание дизайнеров, порой очень неприятное. Для чего в CSS в итоге скапливается очень много непонятного кода, который сложно поддерживать, сложно расширять как-то. Особенно при дизайнах хочется просто взять и все сразу переписать. В команде проблема усугубляется. Если вы работаете один, то достаточно просто использовать какие-то лучшие практики, придерживаться им и менять их примерно от проекта к проекту, то такие небольшие колебания в методологии в команде могут вылиться в резонанс. И каждый раз, когда каждый разработчик будет нести свои подходы к верстку, общий код, берясь за чужой код, вы будете просто хвататься за голову и опять же, хотите просто написать свой велосипед, нежели чем взять уже что-то готовое. Как с этим бороться, как сделать код хорошо расширяемым, чтобы с ним можно было реально работать и не мучаться и не ругаться в твиттер и их часики на большой отречественной код и так далее. Значит, нужна система. Первое, с чего стоит начинать, это единый стиль написания кода. В этом может помочь различные стайл-гайды, которые есть в открытом доступе. И вот у Google хороший стайл-гайд, они не так давно анонсировали. Вроде даже перевод на русский язык есть на хабра-хабре. Также у GitHub тоже интересный стайл-гайд. В стиле кода это как плохой почерк. Это нужно не только вам, но и другим разработчикам, которые потом в будущем будут читать ваш код. Также, с чего обычно начинают все ресальщики, когда погружаются в профессию, это ресеты стилей. Об этом я узнал практически в самом начале, как начал верстать. Самые популярные подходы это ресеты нормалайз-CSS. Они работают немного по-разному. Статистики интересны. Кто использует ресет-CSS в чистом виде, да? А нормалайз-CSS? Ну, нормалайз-Чест поменьше. Я сам советую использовать комбинированный подход, то есть брать лучшие практики языковых подходов, смотреть, что больше всего подходят к вашему стилю и собирать это все в единую свою сборку ресета. Фреймворки и CSS-припроцессоры также очень хорошо помогают наладить порядок CSS и сделать его более логично структурированным. Значит, чтобы в команде не возникало проблем, нужно обязательно писать документацию. Документацию как и по стилю кода, так и по организации лерски. Писать документацию с нуля довольно сложно и скорее нет смысла, потому что уже есть очень интересные наработки в виде смакса, в виде бема. Я советую обязательно узнать сначала, что у других лидов, знать, какие подводные камни попадались уже, какие проблемы решали, и идти к своей документации уже с какими-то знаниями. И сегодня я буду рассказывать о многослойном CSS, на английском это Multi-Lair CSS. Документация уже сейчас доступна по этому линку на GitHub. Немного о будущем проекте я расскажу ближе к концу доклада. Слайды тоже, кстати, я заоткарил в твиттер, так что если кого-то плохо видно, сдалека можете в твиттере пока что умеет найти. Значит, что мы получим, если начнем использовать методологию, и в частности методологию многослойного CSS прямо сегодня? Самое главное, мы получим базу стандартов. База стандартов — это что-то вроде праймворка, библиотека на работу, которая позволит в дальнейшем быстро разрабатывать новую интерфейс на основе уже готовых частей кода. И, следуя всем правилам в команде, мы сможем намного легче разбираться в чужом коде, зная, по каким принципам построена верстка в команде, можно переключиться на верстку другого человека и сразу, понимая принципы, понять, зачем у него тот класс используется, и зачем другой. И самое главное, что мы получим, и что очень важно для меня, как для человека, любящего порядок, это, собственно, порядок. Страница состоит из модулей. Модули являются сами по себе независимыми блоками, которые не привязаны к какому-то определенному контексту, не имеют фиксированных размеров, но при этом имеют какие-то стили по умолчанию базовые, чтобы существовать самостоятельно, без модификаторов и без изменения по контексту. Модули должны уметь скачевать страницу на страницу, компоноваться в свои группы, составляя новые интерфейсы без особых переделов. То есть, важно, чтобы в любой момент можно было взять вот эту менюшку, засунуть ее в центральную колонку, и она адаптировалась, шириной разошлась на всю ширину доступную, и это выглядело сразу хорошо, без дополнительных изменений. Немного пробежимся по основной сути многослойной системы, по всем слоям, и потом я расскажу подробнее. Значит, фундамент — это ресеты, это то, что закладывается в основу любой страницы и те стили, которые больше всего вияют на каждую часть верстки в дальнейшем. Первый слой — это портальный фреймборк, это ваши наработки, которые вы будете один раз, один раз на работах вы будете использовать повседневно, работая из проектных модулей, что, собственно, и есть второй слой. Проектные модули — это изолированные модули, которые просто общаются с ядром, но не общаются между собой. То есть они могут общаться, но при необходимости они могут существовать просто как изолированные части. Они описывают в основном логичные части функционала портала. И третий слой, его на самом деле может и не быть, это просто косметические управки, стили, не сильно влияющие на общую верстку портала, но на больших проектах, как одноклассники, они помогают решать очень хорошие проблемы, очень сложные проблемы. Прежде чем расскажу о каждом слое по отдельности, начнем с общих правил. Очень важно все стили, касающиеся какой-то конкретной конструкции, хранить в одном месте. Это может быть разделение на множество CSS-файлов, может быть один CSS-файл, где стили просто будут разделены на такие секции в виде комментариев. Мы используем несколько уровней вложности в комментариях, просто тоже взяты в Live Template вбиты шорткаты, чтобы каждый раз не копировать, не переписывать. Таким образом, все стили, которые описывают тулбар в том или ином виде, они должны храниться в этой секции, вот, соответственно, тулбар, там, выпадашек в тулбаре. Единственным исключением стили, которые не должны храниться все в одном месте, это стили контекста. Об этом тоже немного попозже. То есть, если мы хотим что-то от MediaQuery переопределить в модуле, или для определенного браузера, мы тоже пишем в секции модуля, например, тулбар. Второе очень важное правило, которое касается всей системы, это наименование. Все классы, которые описывают единую конструкцию, должны начинаться с одного ключевого слова. Ключевое слово, оно же название модуля. То есть, если название модуля тулбар, то все классы дочерние, они начинаются с ключевого слова тулбар, и дальнейшие логичные части разделяются одинадным подчеркиванием. Двольным подчеркиванием разделяются модификаторы. В модификаторах тоже есть определенные правила. Модификатор может существовать только рядом с модифицированным классом в CSS. Это сделано для того, чтобы еще не раз не наводить путаницу, и, видя класс с таким названием, с двойным подчеркиванием, сразу было понятно. Он не дает установить конструкцию, а меняет что-то уже готовое. И, по сути дела, лишний раз себя напоминает, что по-другому использовать нельзя. Чтобы не раздувать названия классов, мы используем словарь сокращений. Не нужно бояться слова словарь, это не многотомная книжка. Тут просто собраны все самые основные сокращения, которые все вы используете повседневно. Это может быть item, как i, или текст, и так далее. Словарь сокращений тоже будет выложен на GitHub, пока там есть небольшой примерчик. Позже он будет в более развернутом виде доступен, и развиваться как отдельный модуль от всей сертификации. Значит, поподробнее о каждом слое, начиная с фундамента. Как я упомянул, фундамент — это ресеты различные, и те стили, которые единожды заложены в основу портала, потом вообще не меняются. Основное правило фундамента — это то, что, как и все ресеты, они подсоединяются в самом духу CSS. Контекст — это то самое исключение, когда в стиле одного модуля они должны храниться в одном месте. Контекстом могут быть различные браузерные зацепки, различные особенности устройства, допустим, как touch. Насчет touch, когда мы с Макеем готовили доклад, он упомянул проблему в модернайзере, что там тоже используется touch-класс, и чтобы не возникло конфликтов, лучше вообще тот же модернайзер и другие библиотеки использовать с префиксными свойствами. То есть в модернайзере просто есть настройка, которая позволяет все классы, которые генерирует библиотека, получать с каким-то уже префиксом. Также контекстом может описываться какая-то глобальная среда на портале, допустим, состояние залогиненного пользователя. У каждого это может быть свое, этого может, в принципе, и не быть. Главное в контексте не собрать слишком много правил, чтобы потом не запутаться. Значит, основное правило контекста – это то, что стили должны быть разбросаны по тем местам, через которые, в принципе, модифицируются другие модули в зависимости от контекста. Первый слой – это фреймворк. Вообще, на первом слое можно даже использовать тот же Twitter Bootstrap, если он вам в вашем проекте подходит. Если не подходит, то лучше всего, конечно же, сделать свой фреймворк, где вы описываете самые часто используемые конструкции на вашем сайте, такие как различные формы, кнопки, блоки, навигация. На каждом проекте своя специфика, поэтому вам лучше знать, чем мне, что вас больше переиспользовать. Значит, основное правило базового первого слоя – это абстрактность. Как и в названиях, так и в стилях. Слои и классы модулей первого слоя не должны выглядеть чрезвычайно в других конструкциях. То есть, если вы описываете стандарт форм, вы не должны называть класса InputName, а просто InputTax, чтобы когда вам нужно было ввести, что в этот Input не имя, а что есть другое, не было противоречий в голове и не терялась логика в козе. Модифицируется в стиле первого слоя от второго и первого слоя. Об этом немного поподробнее расскажу, и это одна из основ взаимодействия слоев между собой. Располагаются в стиле первого слоя сразу после ресета, чтобы иметь как можно меньше приоритет по селекту, чтобы их было как можно легче перебить из второго и третьего слоя. Значит, преимущество слоя в том, что имея какую-то базу, базу стандартов, делая новые интерфейсы, мы зачастую можем на 50% использовать уже что-то готовое, и потом что-то подправив в зависимости от специфики нового экрана только через дополнительные модификаторы. Также не нужно постоянно изобретать велосипеды. Единожды сверстав спецификацию по формам, вы используете их везде, и, решив одни баги, вы не прибегаете к ним снова и снова. Второй слой — это проектный. Он называется так, потому что он описывает какую-то логичную часть функционала на портале. Это может быть блок-логин, блок-логин вместе с регистрацией, если у вас на портале так понять не устроено, картина товаров и так далее. Это те же самые модули, которые тоже могут кочевать со страницы на страницу, просто они более специфичны и более изолированы. Основные правила второго слоя — это уникальные названия и изолированность вообще. Это означает, что модули второго слоя могут существовать сами по себе, их необязательно подключать на главную страницу, отдавав всем пользователям. Можно подключать эти стили только на тех страницах, где используется какой-то функционал. Также это очень сильно помогает при зачистке кода. Если функционал просто на сайте исчез, мы удаляем этот модуль, и все. Соответственность становится намного чище. Модифицироваться модули второго слоя могут только от второго слоя. То есть это означает, что, следуя правилам, что все стили должны храниться в одном месте, мы не поднимаем второй слой в первый и не засовываем селектор второго слоя в первый, чтобы максимально изолировать. То есть стандарт должен существовать просто как фреймворк абстрактный. Он не должен иметь никаких частей, связанных с проектами. Немного о большому доступу частям модулям я расскажу в примере, когда мы будем разбирать реальный процесс верстки по МЦС методологии. Третий слой – это косметика. Мы используем ее для определения каких-то цветов, для низкоуровневого CSS. Низкоуровневого CSS – это простые селекторы, которые имеют одно-два свойства, допустим, просто float left и margin top 10. Основное правило третьего слоя – это его малое влияние на целостность верстки портала. То есть все стили должны строиться так, что если мы в любой момент просто удалим с портала стили третьего слоя, ничего на портале не сломается, максимум поменяются какие-то цвета, какие-то отступы. Ну, так, вы критичные вещи. Может, чуть-чуть будет резать с глаз, но контент останется доступным. У нас третий слой помогает решить проблему дублирования модулей. Когда появляется какая-то нестандартная задача, которой нельзя отнести к какому-то определенному функционалу или к какому-то определенному модулю второго слоя, чтобы не придумывать для таких редких частей уникальные названия классов и не платить простые селекторы с парасвойствами, мы в таких случаях просто используем пару OCC-свойств, если блоку нуждается как-то float-left и margin-top, мы, соответственно, гуляем ПТМЛ только два класса. Также с этими классами есть правило. Если нужно на блок применить больше, чем три таких класса, то стоит задуматься, а правильно ли вы восприняли этот блок, и если нужно так много стили на него применять, то лучше поместить его в какой-то модуль. То есть это лишний раз напоминает об общих правилах методологии. Поговорим о процессе разработки, как в последневной жизни используется наша система. Допустим, у вас уже есть база стандартов, она может располагаться в единой папочке base, то есть базовый слой, и иметь какой-то перечень стандартов. Получая дизайн от проектировщика или дизайнера, первым делом мы смотрим, что уже готово из того, что представлено в новом дизайне. Сразу же мы можем определить, вот формула у нас есть, там блок навигации такой стандартный есть, благодаря этому мы можем сразу накинуть каркас общий, который в принципе уже будет в большей степени похож на новый дизайн, но будет отличаться какими-то мелкими, специфичными частями, которые больше касаются конкретно нового функционала или конкретно этого дизайна, который мы в данном случае разрабатываем. И вторым этапом мы просто добавляем проектный модуль из второго слоя. Добавляем уникальные названия класса, даже если в данном дизайне нам не нужно стилизовать, допустим, отдельный инфоблок, который у нас является стандартом и имеет стиль по умолчанию, то есть он уже в такой виде, после того, как мы добавим инфоблок, уже может существовать, сколько я на сайте, но класс на всякий случай мы можем добавить ради того, чтобы при будущих редизайнах либо при каких-то правках иметь доступ ко всем частям верстки, не завязываясь на каскад, потому что каскад перечит вообще понятие независимости блоков. Вы можете спросить, зачем еще этот велосипед, зачем еще одна методология, когда есть уже BAM, SMACS. Мы посчитали, что BAM и SMACS не идеальны. В принципе, как и МЦС, он тоже не идеален, он просто больше подходит там. Чем больше есть выбора у нас, тем больше мы можем взять с готового и тем больше мы можем принять опыт от других разработчиков. Сравнивая MTSS с BAM, могу отметить, что BAM идеально подходит для Яндекса, он идеально решает задачи для такого специфичного проекта, как Яндекс, но сколько таких же самых проектов еще есть в интернете и вообще в мире. Если откинуть от BAM инструменты, то останется лишний большой свод правил, независимых блоков, которые, в принципе, заложен тоже в МЦС. Сравнивая МЦС со SMACS, тут наблюдается другая ситуация. SMACS слишком абстрактен, он допускает слишком многое разработчикам. В нем не заложены основы переиспользованности, что, как по-нашему, очень сильно влияет на дальнейшую поддержку портала. То есть модули должны быть построены так, что работая с одним проектным модулем, разработчик не боялся, что сломается что-нибудь из другого модуля на данном уголке портала, что потом может хорошо не протестироваться и продаж ему, естественно, попадет какая-нибудь банка. Также в SMACS недостаточно описана система взаимодействия модулей и нету правил модификатора. С одной стороны, автор пытался сделать абстрактную систему, но с другой стороны, из-за этого она не подошла, например, нам и, возможно, не подходила вам, если вы уже знакомились с SMACS. Как внедрить методологию в свой проект? Как я упоминал, что BEM сложнее внедрять из-за инструментов, из-за того, что нужно менять архитектуру проекта, то с SMACS ситуация легче намного, и вы можете применять систему только на верстку вот сейчас. Первое, с чего стоит начать, это библиотека сниппетов. И стандарт. Если у вас уже готовый проект, вы просто открываете все страницы своего портала, смотрите, какие части он чаще всего в одинаковом виде повторяется по порталу, составляете список этих стандартов, лучше в сопровождении с какой-то документацией по верстке в виде страниц, где описаны все стейты, все варианты поведения данного стандарта. И просто все новые модули, которые будут разрабатываться, нужно делать по новой системе. Не нужно бояться, что останется старый код, который не структурирован по системе. Когда я пришел в Одноклассники, это было примерно полтора года назад, не было человека, который занимался только версткой, то есть фактически я был первым верстальщиком. И уже тогда портал разрабатывался более четырех лет, верстали все, кто мог, верстали программисты, юайщики и так далее. Еще собралось огромное множество кода, от которого просто так избавиться очень сложно из-за масштаба в портал. То есть, если даже кажется, что вот этот вроде класс давно не используется, давай его удалю, а потом на конечном тестировании пишут, что сломалось, что можно чинить, если ты просто обратно возвращаешь код из бита и просто раскомментируешь его. То есть, не нужно бояться, главное подать сначала, и рано или поздно вы все равно придете к тому хорошему коду, который будет хорошо поддерживаться и будет понятен как и вам, так и вашей команде. А какой ID используете? Давайте с вопросами в конце или в кулаках. Очень важно на этапе внедрения методологии назначить ментора. Обычно ментором является тот человек, который принес вообще идеи методологии в команду. Ментор должен заниматься какими-то внутренними семинарами, хотя бы просто донести основные идеи для разработчиков, которые работают с CSS, HTML, и потом как-то контролировать в виде ревью кода. Ревью может быть не обязательно прекоммит, то есть, чтобы не задерживать общий workflow, можно ревьюить код уже после того, как он попал на продакшн и индивидуально разговаривать с авторами того кода, который строился не по системе, объясняя ему какие-то причины, почему было бы лучше сделать так, и лишний раз напоминая правила методологии. Постепенно код в любом случае станет чище, если вы начнете действовать прямо сейчас. Говоря о будущем МОН-CSS, хочу еще раз напомнить, что уже доступна открытая документация на GitHub. Возможно, она пока не очень конкретная и достаточно абстрактная, но постепенно она будет дополняться, но учитывая правила, что мы позиционируем эту документацию как основу для вашей документации. То есть, она может существовать в чистом виде, как такая хорошая идея для качественной организации CSS, но может легко модифицироваться вами под вашу конкретную специфику, под специфику ваших проектов. В будущем мы планируем еще модульно развивать части спецификации. Это означает, что база будет оставаться абстрактной, чтобы ее могли использовать как основу множества разработчиков. И в модулях спецификации мы будем описывать какие-то более конкретные части, которые уже на свое усмотрение разработчики будут или брать, и использовать, либо тоже брать за основу каких-то для каких-то своих целей. Есть задачи по интернационализации. Первым делом интересно перевести это все на английский язык, пообщаться с авторами других методологий, таких как SMACS. И, возможно, наш опыт пригодится им и сделает другую методологию еще лучше, чем она сейчас есть. И система будет распространяться и развиваться вместе с сопровождением каких-то библиотек для упрощения работы с данной методологией и инструментами, которые помогут составлять те же спецификации по верстке. Сейчас мы активно пользуемся средой, в которой мы и разрабатываем верстку, и в дальнейшем она остается как спецификация для других членов команды верстальщиков и для разработчиков, соответственно. Мы хотим поделиться своим опытом во имя добра и лучшего веба. Вопросы и предложения можно задавать мне сегодня, после доклада, в QR-ах, и также самым можно писать в раздел «Ищусь» на GitHub. Когда я начинал разрабатывать спецификацию нашей методологии, первым делом я познакомился с опытом уже существующих методологий. Я активно интересовался БЭМом, читал книжку «Просто Макс», смотрел, как его используют другие люди на своих порталах. Если бы не было этих методологий, не было бы сейчас и МЦСС, ну и жили бы мы практически в каменном веке. Так что не бойтесь делиться опытом, разрабатывайте свои инструменты, рассказывайте об этом в статьях, рассказывайте просто в сообществах, напишите хотя бы просто в Twitter что-нибудь интересное, когда у вас что-нибудь неординатное возникло, и это хоть как-то может кому-то помочь. Даже если это на глобальном уровне не важно. Давайте развивать веб-месте. Мы должны не бежать за современными тенденциями веб-разработки, догоняя их постоянно и как-то с ними справляясь. Мы должны быть все время впереди и все время готовы к тому, что завтра дизайнер придет и скажет, давай это вот так сделаем. И мы скажем, ну давай, у нас уже все готово, у нас есть инструменты, вынеслайте. Спасибо за внимание. Какой IDE вы используете у вас? Мы все работаем в WebStorm и IDEA, то есть IDEA тоже самое в WebStorm, просто с возможностью работать в Java. А у вас компилятор собственный? Компилятор именно чего? Ну вы же с базой работаете, с Java тоже, да? Верстка не связана с компилятором Java, она просто... Чуть-чуть по-другой теме. Ну, компилятор используется или нет? Но компилятор именно чего? Мы... В Java? Java? Да, используем. Это необы... И в отцовственной или... Со мной тоже человек приехал один, но он больше по Java готов будет залезть на вопросы, так что после доклада, пожалуйста. Такой вопрос. В чем суть, чем отличается принципиально MCSS от BAM? Например, мы и ремарки по вашему выступлению. Вы сказали, что BAM привязан к инструментарию. Нет. Мы используем BAM, без BAM-тулза. В распоряжении достаточно длительного времени у нас нет никаких проблем. Вы говорили, что нужно менять архитектуру под BAM. Нет, не нужно менять, мы можем использовать BAM. Вот просто взять сейчас и начать много блоки делать по BAM. Старый блоки оставим старый, и потом их не разбиваются. Мы сказали, что у вас есть слои, в BAM есть уровни переопределения. Кроме того, ваш третий слой – это то, чего Яндекс, по-моему, на данном этапе уже отказался, и называли они-то холстерами. И еще одна ремарка по поводу того, что выпускать непротестированный код в продакшн не лучше ли задержать релиз или не выпустить какую-то фитчер в продакшн. То есть мы тоже с управлением проектом, и ревью любого работчика должно быть до того, как это пойдет на продакшн. Еще ваши комментарии. Просили повторить вопрос, а думаю, я не сила. Чем отличается ваша методология от BAM? Чем отличается наша методология МЦСС от BAM? Кардинально. Кардинально она не отличается, потому что все лучшие практики сейчас в CSS свозятся примерно к одному. Даже если брать во внимание СМАКС и BAM, они разрабатывались примерно в одно время в разных частях мира, и в итоге они пришли примерно к одним идеям, к идее модульности, что каждый блок должен существовать сам по себе. Конкретно разбирать каждую часть, чем отличается наша система от BAM, нужно уже на живых примерах. Чем больше? Вообще, в BAM, если не подключать и не используются инструменты, не подключать только те блоки, которые используются в данный момент на странице, получится просто очень большой CSS. Он у нас и так большой, а если мы будем описывать каждую конструкцию отдельно, не переиспользуя множество стандартов, которые по-настоящему очень часто возникают на всех страницах портала, то будут раздуты очень сильно HTML, будут раздуты CSS. Я в этом проблеме больше вижу, если не используются инструменты. Такой проблемой не существует. Есть конкурсивы жрать, а на листах говорить про один влаж. Давайте оперировать с фактами. Тут на предыдущем докладе спрашивали, кто-то пользуется BAM-ом, поднял вас руку. Мы не хотим выступать с какими-то строгими правилами, не говорим, делайте вот только так, и все, и по-другому неправильно. В BAM так есть. Мы позиционируем свою систему, свою методологию как базис. То есть мы понимаем, что у каждого проекта своя специфика, у каждого свои задачи. И нужно, чтобы на методологии можно было легко наращивать свои правила. Какие вопросы позволяют решать ваша методология, и их не позволяют решать вообще? Ну, решаются задачи одни и те же самые, по сути. Просто BAM это решается немного сложнее. И выхлоп, если, опять же, говорить, что если использовать BAM без инструментов, то выхлоп получается нешеприятный в виде раздутого CSS-а, гигантских классов и гигантского фатерма. Ну, давайте я вам это с вами поговорим после догадывания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok